В своих письмах вы предлагаете даже организовать телевизионную учёбу по моделированию одежды, прическам, макияжу. Вы сами понимаете, вряд ли может программа уделить этому целый цикл. Но, поскольку через месяц выпускные балы, мы хотим дать вам несколько советов. Всем хочется быть красивыми. Хотелось бы шить научиться тоже. Вот такой пример. Это мы попросили нам показать. Типично, ведь достаточно типично. А в дискотеке можно увидеть подобное? Конечно, можно. Можно, да? Ну, в принципе, я не считаю, что она как-то очень дурно накрашена, смотря для какого времени вообще, смотря для чего. Если она идёт так в школу, там, в театр с такой прической, так накрашена, это, конечно, плохо. Но на дискотеку, там, в каком-нибудь кафе, просто на улицу, ну, так уж и плохо. А вот что вы подумаете? Вот молодой человек, вы захотите с ним познакомиться? А почему нет? Да? Вам это даже не пугает? Нет. Но человек имеет право делать такую прическу, так красится, как ему это нравится, как он считает лучше. Поэтому меня это абсолютно не пугает. Как решить проблему, чтобы и с родителями не было напряжения, и с учителями, но и чтобы мы выглядели, ну, какими-то индивидуальностями, а не одинаковыми? Меня мама не любит, когда я тени накладываю, например. Считает, что это очень вулигарно. Какое, видишь, компромиссное решение? Ну, где-нибудь в подъезде, может быть, так, стереться. Я думаю, это частые меры в нашем возрасте. Вот так вот в подъезде где-нибудь потихоньку, чтобы тебя не увидели родители, а потом перед приходом домой платочком потихонечку всё смываешь. Если я плохо накрасился, маме не нравится, она не заставляет меня смывать эти просто так, а перекрашивает меня, я считаю, что это тоже выход из положения. У меня мама очень современная, помогает мне с прическами. Красится она красиво, и меня тоже учат. И если в 20 лет родители разрешают краситься, а сейчас нет, то к 20 годам, если не иметь никакой практики, только... И замок не выдержит. Я вот говорила, журналов нет, детских косметологов тоже, мне кажется, нет. Это проблема. Кто их научит, как правильно это делать? Если бы даже на уроках труда уделялось внимание внешности девочке, это было бы очень полезно для них. Андрей, художник по макияжу, сейчас займётся Дашей, а потом он придёт и ответит уже на все вопросы, которые волнуют нас. Ладно? Попрощаемся с ними. Какая ты останешься в нашей памяти? Ну, а сейчас слово Серёже. Закройщик Сергей Иванов предлагает вам попробовать самим сшить лёгкие летние брюки. Он обещает, что на эту работу у вас уйдёт всего 4 часа времени и 6 рублей денег. А сколько нужно взять материала? Материала нужно взять при ширине метр сорок, полтора метра ткани, при ширине девяносто сантиметров, три метра. Прежде чем начать работать, необходимо ткань замочить в горячей воде. Конечно, в рынке там ведь почти всё, 90% это самострог. И когда ты узнаёшь, что это стоит там 90-100 рублей, первая мысль, что я тоже так могу лучше, хотя, может быть, вы и не можете. Но у вас такая мысль возникает, и поэтому с этой стороны цена, конечно, это важно. А как вы считаете, это плохо, стыдно, неудобно быть экономной? Это выгодно. Не успеешь обернуться, и уже всё, денег уже нет. И приходится идти к маме просить, и уже приходится как-то считать не только свои деньги, но ещё и родителей. Я ещё хотела спросить, как можно, вот, видишь, например, если брюки я купила себе, допустим, они мне где хороши, а в поясе они мне очень широки. Вот как их можно ушить, ну так, чтобы, особенно их там не распарывать по всем швам, не ушивать по-новой. Я бы на месте, вот, человек, который умеет это делать, отпорол бы пояс вот до этих пор, убрал бы в среднем шве брюки, а потом пришил бы пояс обратно. Я придумала, но так материал... Здесь нет ни сложного, то есть абсолютно ничего, я вам даю слово. Но это ещё выкройку надо сделать, всё поменять, выкройку. Ну, выкройку, давайте мы у него срисуем. Сейчас посмотрим, как они будут сидеть, потом срисуем. Хорошо. Первый вопрос, который у вас возник наверняка, где взять выкройку? Сергей советует, во-первых, в журналах мод, во-вторых, можно аккуратно распороть старые джинсы, брюки и сделать выкройку по ним. Сегодня, правда, никто своим материалом рисковать не стал, рискнула редактор Наташа Башкирова. Пока Серёжа шьёт брюки, мы продолжим нашу встречу с художником по макияжу Андреем Мановцевым и его помощницей Дашей. Так, задержись, дай мы на тебя посмотрим, как мы её оцениваем, девочки. Покрутись головой, покажи нам сзади. Молодой, бебе. Как ты считаешь? Нет, но мне кажется, она стала выглядеть так, понаивнее как-то. Это плохо? Покруще. Ну, может быть, в другом стиле уже совсем. Мне кажется, что вот это больше подойдёт для вечера, чем вот так вот ходить просто. Вообще ей гораздо так лучше. У неё выделяются, подчёркиваются глаза, вообще мне нравится. Вот твоя учительница, увидев такую девочку, ну, понятно, что с этим макияжем не в классе, не в школе, а на дискотеке. Вас этот вариант устроился? Очень. Она настолько мила стала по сравнению с тем, что было. И я считаю, что это, если каждая девочка овладеет искусством макияжа, это просто будет большой подспорь в дальнейшей её жизни. А как вам нравится прежний вариант её или сегодня? Ну, всё зависит от места, где она будет находиться. Нет, вот вы предпочли, вот будет стояла та Даша и эта Даша. Вообще, наверное, то, который сейчас Даша. Потому что в том варианте основное внимание уделялось только на волосы её смотрели. А сейчас и глаза видны, в общем, четыре другие лица, которые у неё, в общем-то, вполне хорошие. Хорошо, спасибо хочу сказать. Да? Да. Кому? Как? Андрею? Да, Андрею. Ну, давайте, девочки, теперь все вопросы к Андрею. У нас проблемы такие. Вот нам 14-16 лет, как пользоваться макияжем, мы не знаем. Ну, вообще, я считаю, что макияж в школу, в общем-то, не стоит делать вообще. Как-то я думаю, что со школьной формы это не вяжется. Стиль Мадонна, понимаете, ярко накрашенные губы. Даже на дискотеку, даже на вечер. Не старайтесь подражать каким-то модным картинкам из журнала. Вы обратите внимание, что тени должны быть совершенно незаметными. То есть весь макияж должен быть настолько лёгкий, чтобы он не бросался в глаза. Просто выделялись основные черты лица. Лицо было выразительным, но не ярко накрашенным. Будут добровольцы? Как видите, добровольцев много. Ну, а мы давайте понаблюдаем и запомним советы Андрея. Лёгкие тени, румяна, по цвету должны соответствовать вашему платью. Ну, конечно, обратите внимание на модные дополнения. Эклипсы, заколки, декоративные пояса. Ну, что ж, нам тоже понравилось. Наталья, давай, два, три. Ну, проходи. Поворачивайся. А я бы отдела. Как же, ты же не хочешь пожелать. Ты же не хочешь, Татьяна. И всего шесть рублей. Что-то я не заберу, Кирс. А теперь быстро срисовываем лекала, или нам Серёжа их дарит. Как? Срисовываем лекала. Срисовываем лекала. Срисовываем лекала. Срисовываем лекала. Срисовываем лекала. Срисовываем лекала. Срисовываем лекала.